Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вчера мы с вами говорили о том, что певица Глюкоза, которая, как написали СМИ, была задержана в аэропорту Шереметьево с признаками наркотического опьянения, алкогольта, букурения, вреда здоровья, наркотики, зло занимаетесь спортом, значит, ее оштрафовали за отказ от освидетельствования и, собственно говоря, что сотрудники полиции запаха алкоголя нет, видимые признаки, они указали, что видимые признаки есть того, что человек находится в невменяемом состоянии, шамшаткая походка, кривляние лица и так далее. Глюкоза выкатила под ночь, уже под вечер, свою версию произошедшего. Там было видео, где она снимала сотрудников, которые, собственно говоря, стояли сотрудники полиции, и двое сотрудников, которые отказывались показать на камеру удостоверение, говорили ей, пройдемте или прекратите снимать, тогда мы покажем. Получил от вас достаточно такую обратную связь, серьезную, в плане того, что многие из вас написали, но вообще-то они обязаны были представить. Возможно, возможно. Я просто не скажу, что я силен в этом. Ну, я просто считал, что если стоит семь сотрудников полиции, то ее сотрудники полиции могут привезти в отдел, а там уже, ну, вот, может быть, вот эти какие-то под прикрытием работающие, не знаю. Вот. Многие написали, что... Я, кстати, задал вопрос, да, послушайте голос, там говорит сама глюкоза, что вменяема, невменяема. Слышно же по голосу? Ну, по голосу, да. Вот фотография, где она улыбается, пытаешься подписывать, почему-то она смотрит в сторону. Я приблизил, посмотрел зрачки, ну, не знаю, может быть, тоже тут все может показаться. Еще раз говорю, что, в принципе, наверное, вы тоже правы в том, что медисследовательство не отказалось, могут подделать там. Но, вы знаете, это серьезное обвинение. И в адрес правоохранительных органов, которые она высказывает, что это заказ, и что могут подделать. Я не знаю, в чем здесь цель, но хорошее доказательство отсутствия следов таких препаратов, запрещенных в анализах, как раз, как мне кажется. Не знаю, проще издать, чем не издать, потому что, значит, не знаю, подруга Собчак, кто там ее, какие заказы могут быть, что Собчак вообще неприкасаемый, по-моему, мы же прекрасно это видим. Она одна из лучших подруг Собчак, что какой заказ, я не могу понять. На пиар только, если, ну, у всех свое мнение. Тем не менее, понятно всем было, кого она имеет в виду. Фадеева, что она, значит, это сделал тот большими буквами, кто меня пытается уничтожить. Фадеев, естественно, тоже понял, что, скорее всего, она на него намекает, и ответил. Вот что пишет. Долго комментарий о продюсера ждать не пришлось. В микроблоге она проверил свои причастные к задержанию бывшей подопечной. Вот что он пишет. Я позвонил Александру Чистякову, мужу Ионовой. Очень мужской поступок. Не пытаться что-то выяснить там через журналистов, а просто взять и позвонить, и по-мужски поговорить. Причем не ей самой, а мужу. Очень достойно, с моей точки зрения. И задал вопрос по поводу происходящего. На что он мне ответил, что у них есть стопроцентные доказательства, что я имею отношение к этой ситуации. Я попросил его предоставить мне эти доказательства. Он согласился. Я знаю, что никаких доказательств быть не может по определению. Если был донос, должна быть подпись доносчика. Все свои высказывания я делал в публичной плоскости. Относительно ходящего жаловаться в высокие кабинеты продюсера это может говорить только тот человек, который меня совершенно не знает. А мы с ним действительно не знакомы. Также Фадеев дополнил, что кампания против Юлии Савичева якобы это ложь. Потому что писали, что в отношении Савичева что-то начинается. А на разборке с артистами у него больше нет сил. Друзья, тут не поймешь, так сказать. Сказать можно красиво что угодно. Но да, странности при задержании какие-то можно отметить. Я тоже обратил на них внимание. Но мне было важно услышать от вас вашу версию. Не озвучивая какие-то моменты, которые мне были. Или подказались подозрительны при ее задержании. Поэтому я озвучил так, как было, собственно говоря. И предложил вам сказать. Вы видите что-нибудь странное здесь или нет? И странного увидели многие. Поэтому что там происходит действительно непонятно. Но я сужу так. Я видел, что в Красноярске происходило. Когда почесывал между ног и так далее. Конечно, понятно, что если кто-то, например, хочет что-то сделать. Понятно, что он будет рассчитывать, что люди будут вспоминать только этот момент. Тем не менее, еще раз повторюсь. Что, значит, здесь, если она считает, что действительно так случилось. То есть, нужно просто подавать в суд на сотрудников или еще на кого. И доказывать, показывать, рассказывать. По-хорошему, когда вы написали, что могут подделать, если хотят по заказу, не по заказу. Но по-хорошему едут в независимую клинику и сдают анализ. В независимой клинике. Для того, чтобы потом, когда подаешь в суд, представить и сказать, друзья, вот я побоялся, что, так сказать, могут подделать. Против меня какой-то заказ. Я вот поехал сразу же из аэропорта в независимую клинику. Вот время. Да, там через буквально 15 минут сданной анализа в этот же вечер. В независимой клинике. Например, этого лаборанта или врача или там директора клиники с медицинским образованием. Можно вызвать в суд в качестве свидетеля, который подтвердит, что да, у него есть лицензия, это все сделано без всякого давления, без уплаты всяких там денег. Что действительно анализы чисты. Ничего же этого не было сделано. Это все слова. Понимаете? Вот что интересно. А для шоу-биза слова это пиар. Всегда. Вообще для всех. А впереди, кстати говоря, новогодние каникулы. Поэтому, ну, сотрудники полиции в кадре, это, извините меня, не пиар, это серьезная вещь. Но, собственно говоря, поэтому ситуация довольно, конечно, интересная. Интересно посмотреть, что будет дальше. Что вы думаете нас еще, друзья? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, еще раз повторюсь. В свете того, что непонятно, будет ли тебе работать дальше или нет, я вас приглашу. Ну, конечно, теперь уже основной свой канал Будда Гришна в новости в Телеграм. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Значит, подписывайтесь, друзья, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Ну, и также там новости 24 на 7 многие с моими комментариями. Видео о политике, которых здесь нет уже очень давно. Мои личные какие-то фото и видео. Друзья, так как будущий Телеграм тоже весьма туманно, здесь внизу есть ссылочка на мою страничку в социальной сети ВКонтакте. Вы тоже можете подписаться, потихоньку к нам будут появляться новые видео. Для чего мы об этом говорим? Мы говорим об этом, потому что, ну, во-первых, очень странное задержание. Если там есть какие-то нарушения, наверное, общественная огласка не помешает. Во-вторых, мы говорим с вами и говорили о инциденте в Красноярске, о том, что людей из зависимости надо лечить, а не выпускать на публику. Значит, мы говорим это для того, чтобы в общем и целом еще раз увидеть, насколько, значит, эстрадный вокал, да, и эстрада не имеет ничего общего с так называемым явлением шоу-бизнес, где разбираются в вопросах наркотиков продюсеры, исполнители, я не знаю, там, кого только нет. И, значит, бизнес, бизнес, деньги на шоу, неважно моральное оно или аморальное. Я считаю, что не должно быть никаких продюсеров. То есть это те люди, которые, привлекая и вкладывая собственные деньги, раскручивают исполнителей. Я считаю, что должен быть Росконцерт и Госконцерт, с помощью которого, значит, таланты молодые могут участвовать в разных фестивалях, потом выступать, а деньги все должны под отчет найти через соответствующие структуры. Вот, а не выплачиваться непонятно как, такие огромные гонорары, да и о гонорарах тоже большой вопрос. Поэтому думаю, что это стоит внимания. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.